Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас как всегда приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Ну и как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Сегодня 8 мая, канун Великого Праздника, Дня Победы. Очень удачно все совпало, потому что товарищи у нас сегодня в меркотину, то есть рынок. Надо идти, надо идти закупаться продуктами. Потому что я предыдущие дни так переработала. Ну я так переработала, что я завтра целый день дома. Сегодня уже начну готовить праздничный стол. Завтра всей семьей доготовим то, чего не хватает. И все. И утром будем смотреть парад на Красной площади. Ну и потом моя любимая тематика – это военные фильмы. Друзья, в Москве похолодало. У нас тоже похолодало. Я уже хотела стирать куртку. Нет, даже вот в такой куртке зимний сезон, надену очки, извините, сняла, чтобы поздороваться с вами. Потому что несмотря на то, что туман, все равно какое-то солнце продирается. Вот. Значит, я что хочу сказать. Похолодало это раз. Во-вторых, у нас же выборы проходят. Я вчера, конечно, в шоке была. Значит, у нас три претендента на функции нового мэра. Наш Маркити Андреа. В общем, пусть лучше он остается. Потому что все-таки как-то мы его знаем. С ним спокойнее. А он у нас, кстати, не только мэр. Он же и коммерчалиста. Коммерчалиста – это, считайте, как вот… Ну, бухгалтер, наверное, высшей категории. Он с высшим образованием. То есть он работает, он же мэр. Я считаю, что в маленьких городах это правильно, потому что они должны знать проблематику. И экономическую, и социальную, и всякую. Вот. Потом, значит, есть один Руберто, по-моему, его зовут. Эспозиту. Видите, фамилия такая у него южная, неаполитанская. Старшее поколение. Помните, был такой канадский хоккеист. Фил Эспозиту. Вообще-то, наверное, его звали Филиппо Эспозиту. Вроде как канадец, а на самом деле итальянец, южанин. И третья – вот эта тетка от Пиди, партиту-демократику. Слушайте, я так рада. Я, значит, научила своих соседей говорить не партиту-демократику, а они говорят «бедерасты демократичи». То есть демократически все уже сами так говорят. И было так интересно. Значит, у нее презентация, когда была вчера, она сказала, «Вообще-то я ушла на пенсию, мне делать больше нефиг, но вот что время свободное убить, стану-ка я у вас мэром». То есть вообще даже, по-моему, особенно не поняла, что она сказала. Так, друзья, ну что, пошли делать контрольную закупку, потому что завтра, завтра, 9 мая. Они у нас рынок сейчас перенесли. Вот верхняя часть здесь вещи всякие продают. Друзья, я ничего никогда здесь не покупала из вещей. Ну, говорят, что, в принципе, кое-что можно купить и, в общем-то, качественно. А, нет, пардон, я пижаму покупала себе здесь нормального качества. И цены, конечно, они ниже. А вот так-то просто одежду нет ни разу. Есть такая бросовая, копейку стоит и некачественная. Вот это вот наш городской бассейн. А, вчера, значит, когда у них там дебаты были, они очень много говорили про спорт, надо развивать спорт, что не только теннис, не только футбол, не только бассейн. Там мы открыты к любому предложению. А у меня предложение уже есть. Вот это та инфраструктура, которая меня интересует. Вот заброшенная, вот там находится. Вот, поэтому на днях у меня встреча будет. Но с одним сотрудником муниципалитета, он из аппарата нашего действующего мэра, чтобы каток открыть небольшой. Все-таки это не палатка у нас, это все-таки стационарная структура. Я сыр, я сыр покупаю всегда у одних и тех же крестьян. Сюда мы сейчас с вами идем. Вот. Вот это вот мой любимый сыр. Размем сыр. Так, а мне еще варенье необходимо, что я использую варенье. Я ем сыром из мертилы. Мертилы – это черная смородина. И у них в прошлый раз были маленькие баночки. А, вот. Вот мертилы. Вот мертилы. Я брала еще, покупала лампоны. Это малина. Мне не очень понравилось. А вот мертилы, да. Поэтому сыр возьму и вот это вот мертилы. Это мой любимый сыр. Это вот мертилы, потому что я купил лампоны. Это вкусно, но я выбираю... Пожалуйста. Пожалуйста. И вот такой кусочек я еще возьму. Семь. 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 Я хочу... Я хочу... Н 7, да. Еще и мертилы. И я хочу видеть еще одна вещь. Поехали. Поехали. Это пицца? Да, да, да. Да, это хорошо. Это пицца будет для него. Путин. Луи Гарба. Луи Гарба. Блин. Пойду сегодня через автоматические кассы, потому что, друзья, очень большая очередь там. Так, друзья, ну что ж, в итоге пришлось пожертвовать одной ленточкой георгиевской. Ну ничего, у меня дома еще много есть. Солнышко появилось. Ура, ура. Друзья, я хочу поздравить всех моих подписчиков и всех тех, кто случайно попал на мои каналы на 1-й, 2-й, 3-й. С великим праздником. Лично с моим самым любимым праздником – Днем Великой Победы. У меня оба деда воевали. Один прорывал блокадное кольцо Ленинграда, а другой – отцовский отец – воевал под Москвой, защищал Москву. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я желаю вам счастья, я считаю вам здоровья, и чтобы все вот эти трагедии, которые нам придумывают на протяжении последних 5 лет практически, вот эти вот заокеанские властелин и колец, чтобы это поскорее закончилось. И закончилось нашей очередной Великой Победой. Будьте счастливы. Я вас очень люблю, и увидимся с вами послезавтра.